В Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Красный уровень опасности в стране введен из-за ветра. Во многих районах республики прогнозируется усиление порывами до 27 метров в секунду. МЧС рекомендует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать разнообразных сооружений повышенного риска. При отсутствии гаража авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Назван список товаров со скидкой для социально уязвимых белорусов. В перечень вошли 29 позиций. Крупы, курица, мясо, овощи, фрукты, хлеб, макароны, молочка, сахар и консервы. Бонус действует для пенсионеров, многодетных и тех, чей доход в месяц меньше 280 рублей. Инициативу правительства поддержали 16 представителей ритейла. В стране начнут производить сыр «Камамбер». Изготовлением займутся в Вилейском районе на Молодечнинском молочном заводе. Первую партию планируют выпустить в начале 2023-го. Общее финансирование по проекту составит более 12 миллионов рублей. Ожидается, что в сутки будут делать до трех тонн продукта. Импортные аналоги характеризуются высокой стоимостью, поэтому сыр станет востребованным как в Беларуси, так и России. В Беларуси оштрафовали Google на 560 тысяч долларов. Транснациональная корпорация привлечена к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. Ранее в март обратились представители Яндекс с заявлением о том, что доминирующее положение Google нарушает их права на рынке. Установлено, что практики американской компании действительно ограничивают возможности доступа на мобильные устройства других разработчиков приложений. Славянский базар «Витебске» состоится с 13 по 18 июля. Открытие форума 14 числа – церемония закрытия 17-го. В фестивальные дни пройдут полюбившиеся проекты. Выступят артисты первой величины. Разработан новый фирменный стиль, который можно будет увидеть на баннерах, уличных афишах, билбордах, рекламных растяжках, промо-продукции и сценографии главных концертных площадок.